Доброе утро! Доброе утро, коллеги! Я сразу скажу, что я в машине, для тех, кто нас смотрит, они слушают, я припаркована возле работы. В общем, я понял, ничего не нарушаете. Задерживаем мы вас, Катя. У нас есть приятные новости, я имею в виду, что, простите за тавтологию, что русские новости на ЛТВ-7 остаются и в этом сезоне. Ну, пока только новости, да? Вот, может быть, несколько слов о планах. Да, до января 2022 года, пока это временное решение, новости на ЛТВ-7 на русском языке остаются. Именно 2022, то есть даже не до этого года, а чуть дольше? Нет, до конца этого года, до 1 января. Да, до января. Тогда, может быть, такой вопрос, чтобы телезрители, которые привыкли все-таки смотреть передачи на русском языке на ЛТВ-7, чтобы они понимали, значит, вот эти новости 15-минутные будут каждый рабочий день, да, уже в то же время, когда и были, да? 26 минут новости, да. 26 минут. Да, в 7 часов вечера новости будут выходить. Основной платформой все равно остается платформа, которую мы сейчас создаем, Русал СМЛВ. Это основная платформа, на которой мы будем вещать три раза в день новости, а новости в 7 часов вечера будут транслироваться еще из нашей мультимедийной студии в эфир ЛТВ-7. Основное время, да, остается в 7 часов вечера, но в случае, как мы знаем, на ЛТВ-7 мы периодически двигаемся по сетке из-за спортивных каких-то трансляций и трансляций, и, возможно, такие переменные тоже будут. С чем связано продление, то, что вы остались в эфире, потому что достаточно жестко было сказано, что с 1 сентября все, полностью в сеть, полностью на платформу? Ну, связано это с тем, что наши политики и новый совет по электронным СМИ, общественным электронным СМИ, забеспокоился о том, что то, о чем мы говорили на протяжении всего времени, латвийское телевидение и русское вещание, в том числе, о том, что мы с уходом в интернет теряем аудиторию 55-60+. И с этим, в принципе, все и связано. Вот они за несколько, за месяц, наверное, за месяц до старта платформы обеспокоились этим решением предыдущего национального совета по электронным СМИ и попросили латвийское телевидение предоставить варианты, как можно оставить хотя бы новости в эфире телевизионном. Ну, за вот эти вот три месяца, оставшиеся до Нового года, аудитория 50+, тоже не научится пользоваться интернетом в должной мере. Ну, то есть к чему вот этот вот хвост рубить по частям? Ну, ушли и ушли уже. Ну, я так скажу, Саша, есть, на мой субъективный взгляд, в этом решении есть две стороны. Хорошая то, что мы остаемся пока в эфире, и аудитория, особенно в эти ковид-времена, будет получать качественную информацию из привычного телевизора. И на мой, опять же, субъективный взгляд, другая сторона – это то, что очень нелогичные принятия решений происходят. Ну, нелогичные, немного, наверное, неправильные, и, на мой взгляд, очень, что ли, не по-человечески это по отношению к команде, да и к той же аудитории, с которой мы попрощались в июне. И теперь, я, знаете, я теперь говорю, когда у меня спрашивают, что дальше, и где мы, и вообще по любому решению, что будет, я говорю, будет вот так вот, но это не точно. Но это так, конечно, шутки. Ну, конечно, грустные шутки. Я полностью согласен и позитивным, и негативным с вашей оценкой. То есть, запросто может еще что-то переиграться, и вы останетесь в эфире? Ну, еще какое-то время. Все может быть, все может быть, но сейчас наши политики активно обсуждают создание кабельного канала, о котором мы тоже уже несколько, на протяжении нескольких лет латвийское телевидение, в принципе, эту идею продвигало, создание кабельного канала на русском языке, где могли бы быть все наши программы. Это, в принципе, это решение было отклонено, и сейчас эта идея снова живет. И на каком этапе она сейчас? Кто ее обсуждает? Ну, нет. Пока, конечно же, это рано говорить, это еще... Видите ли, там где-то в августе начали говорить, а давайте вместо платформы мы или параллельно платформе создадим канал, но, конечно же, латвийское телевидение понимает, и мы понимаем, ну, и все мы вообще, все, по-моему, журналисты понимают, создать канал за месяц невозможно. Можно, конечно, подать сигнал, можно подать сигнал, но кто этот канал смотреть будет, правильно? Чтобы создать канал, который был хоть немного смотрибельным, его нужно попланировать, посидеть, подумать, а сейчас мы пока заняты созданием платформы, и работа ведется очень активно, и вот мы сейчас живем практически на стройке, на данный момент создается студия, в конце этой недели нам обещают, что она будет сдана в эксплуатацию, и на следующей неделе мы начнем тестить тестовые эфиры, и 17 сентября мы планируем запустить платформу. А вот, может быть, буквально несколько слов для наших радиослушателей, которые уже, может быть, активно пользуются Руселл СМЛВ, или собираются, услышав, что вот эта платформа будет в таком новом очертаниях. Вот 17 сентября что планируется вообще там показывать, что могут, смогут ли увидеть телезрители, те программы на русском языке, ну, к которым они уже привыкли, кроме новостей? Ну, именно 17 сентября мы планируем большой стартовый марафон на протяжении трех часов в прямом эфире, с четырех часов дня и до семи вечера, в семь начнутся новости. Мы планируем, значит, большой телевизионный марафон, такая я называю условно мини-макет нашей платформы, где будут представлены наши новые форматы, наши новые программы, в том числе дискуссионная программа. Будет название тому всему «Большой рестарт», «Большой рестарт наш» русского вещания, «Большой рестарт» нам обещали перед выборами в Рижскую Думу, что Рига сделает «Большой рестарт». Вот мы поговорим в том числе и об этом. Случился ли «Большой рестарт» Риги? Мы поговорим, расскажем такие удивительные человеческие истории. Например, в Риге впервые за несколько лет родились тройняшки, то есть «Большой рестарт» конкретной одной мамы, ну и так далее. То есть будет такой позитивно-информационный эфир. Ну а после 17-го числа, с понедельника, мы начинаем работу в запланированном режиме. Это новости три раза в день, в 12, в 3 и в 7 часов вечера. Это ежедневная дискуссионная программа «ТЧК». Это спортивная программа по воскресеньям. Плюс у нас в эфире будут звучать программы «Латвийского радио 4». А, ну это логично, по крайней мере. Плюс еще у нас, конечно же, остается личное дело, программа аналитическая, просто она будет в другом формате, без студий, без ведущих. Это будут такие большие, ну, скажем так, большие репортажи аналитические. Плюс мы создали, уже сделали, сняли замечательный 12-серийный проект для национальных меньшинств под названием «Говорим латвийски». Это такие минутные серии об удивительных, необычных латышских словах. И главным героем этого всего, главным лицом этого проекта будет «Интерс Бусулис». Любопытно. Что касается точек над «и», они остаются? Точки над «и» теперь будут называться «ТЧК». А, вот это вот «ТЧК». Они будут в ежедневном формате выходить, хронометраж полчаса, большие точки останутся по необходимости, скажем так. То есть, если мы посчитаем необходимым, что нужно поговорить о полтора часа, то тогда будет большая программа, но это, скорее всего, раз в месяц примерно. Ну, вот сейчас появилось сообщение, что в ваших коллег с ЛТВ-1 новую студию вложили, сколько там, 800-900 тысяч евро 900. Да, ну, то есть, с ними работа проходит, в них деньги вкладываются. Чувствуете ли вы, что тоже есть такая забота, в том числе материальная, со стороны руководства, что есть заинтересованность в том, что вы работали, работали как можно лучше. Да, на платформе, да, в интернете, в другом виде, но тем не менее работали. Ну, как говорится, Цепор и Ност всему латвийскому телевидению и руководству латвийского телевидения. Поддержка на протяжении всего этого полугода, пока мы вводили платформу, она огромная, и поддержка и техническая, ну, то есть, абсолютно все службы. Сейчас, вот, да, студия ЛТВ-1, панорамовская, запущена, и сейчас все силы абсолютно брошены на создание платформы. Это второй большой проект латвийского телевидения в этом году, который должен стартовать 17-го числа. Ну, может быть, такой последний вопрос, время так быстро проходит эфира. Вот, если, предположим, все-таки не удастся реализовать эту идею какого-то кабельного канала, вот ваше мнение, поддержали ли вы идею, которая периодически тоже возникала, она дискутировалась о возможности получения, ну, чтобы ваши новости или какие-то программы вещали там другие частные телеканалы, там, или не частные, там, не знаю, Первый Балтийский, я помню, в свое время обращался с просьбой, чтобы была возможность показывать по Первому Балтийскому каналу вот новости, которые делают ваши команды ЛТВ-7. Ну, скажем так, мы, наверное, не совсем поддерживаем данное решение и данную идею, хотя, конечно же, мы готовы работать на любых площадках и за расширение на любых платформах вообще современное телевидение, неважно, интернет-телевидение или классическое телевидение, мне кажется, оно должно работать на как можно больше площадках, и если у нас такая возможность есть, мы должны давать эту информацию нашим зрителям. Ну, отдавать контент частным компаниям, конечно же, это не задача латвийского телевидения, не задача общественного телевидения. Знаете, мы отдадим, а потом в конце года у нас спросят, а где ваши рейтинги, ребята? Это то, о чем все время нам говорят, низкие рейтинги, низкие рейтинги. Ну, отдадим, будут рейтинги у других частных компаний, у других частных телевидений, а нам опять скажут, но они опять не выполняют общественный заказ. Поэтому, конечно же, наша задача привести как можно больше аудиторию на наши площадки, на Русс ЛСМ, на наш Facebook, на наш YouTube и так далее. Хорошо, огромное спасибо. Мы говорим Екатерине Сафроновой, главному редактору русского вещания ЛТВ-7, только что узнали последнее известие. Новости, что происходит с новостями на ЛТВ-7. Ну, происходят интересные вещи, посмотрим, к чему это все приведет. Будет ли канал, не будет ли канал. Удачи, конечно, ждем 17-го числа и желаем хорошего, классного рестарта коллегам. Кате, доброго утра, хорошего дня и так далее. Утро на Болткоме на этом объявляется закрытым. Конечно же, вещание продолжается. И добро пожаловаться, прозвучит и прочие программы MixNews LV к вашим услугам 24 на 7, что называется. Все, что последние два часа прозвучало в нашем эфире, разговоры с нашими гостями в текстовой версии тоже скоро появятся на нашем... До встречи. До встречи. Слушайте Радио Болтком.